21.06. Смотрите, какое красивенькое. Вот у меня один товарищ за 5 тысяч купил такое. Он собирал шестерку, чтобы все было эксклюзивное. Не новодел, а именно все заводское. Вот это у вас тоже советский, да? Это современный, но он хороший. 2007-й. Это из сталь. Он сейчас завод это хорошо делает. А тот, да, он большой и нормальный. Потому что сейчас современное делает, классно. Порошковый, а это из металла сделано. А если он сделан как советский, то он стоит около 3 тысяч 4 тысяч. Вот так вот. Русский Мерседес. Я не только советую, Егор. Самая лучшая вазовская машина – это семерка. Морда у нее, как у Мерседеса. Гидроусилитель руля поставил раз. Электростеклоподъемники поставил два. Сигнализация – три. Кнопка багажника – четыре. Кнопку багажника – это… На кнопку нажимаешь багажник? А, кондиционер. А подушки безопасности? А, она не нужна подушкой. Я не спешу. Я потихонечку ездию. Ну, видишь, где я. Такой скрытый миллионер. Это маскировка, то, что вот он здесь. То есть семерка считалась лучшей из классики. Ну, Мерседес, русский. Ну, я и говорю, из классики. Как не представительская, а как это у средних начальников. Это было гораздо престижнее, чем четверка, пятерка, шестерка. Санкции? Они нам выгодны. Было обалденно. Конечно. Они нам запретили одно, а мы им два запретили. Мы у них не будем покупать, сами будем производить. Вот и все. Че ж мы? Не сможем, что ли? Раньше картошку мы сажали, а сейчас не сажаем. Проще купить. А когда не будет завоза картофеля, сами будем сажать. Правильно? Все будет советское, то есть российское, все будет качественное. Да? А как же? Не то, что иностранные, и китайские, там берем шушер мусора. Пусть классику делают побольше. Она и подешевле, и вот такие, как колхозники, все, они будут брать ее. Цены нет, вот, шестерки. Чего их сняли с производства? Москва уже стала на путь того, что они возродят Москвич, возродят Волгу вот эту вот. 21-я раньше была, ты помнишь, сейчас, конечно, будет другое. Вот, газ. Это газ, у нас же какой огромный завод был, газ, ничего себе. Ну, автомобили, конечно, опять, в угоду капитала, они в этом году, они, конечно, чуть ли не в два раза поднялись по цене. Это ненормально. Цена под миллион, что там, гранты и гранты. Ну, в народе-то они не ценятся. Коробка говно, автомат говно, никому не интересна такая коробка. Механика уже себя отжила. Ну, металл по сравнению с тем, что был раньше, конечно, говно. Три-четыре года, два, там, четыре-пять, она ржавая. Ну, ржавая, это о чем-то говорит. Это же о чем-то говорит. Не просто, что она ржавеет. С чего? Если японские машины есть, которые, извини, и 30 лет, она не ржавая, это же не просто так. Значит, где-то какие-то недоработки, значит, не так обрабатывают. У меня сосед гранты купил. Года три-четыре, наверное, он на ней ездит. Вот эти крылья пошли, бампера лопаются. Они же пластмассовые. Они лопаются под крыльями. Металл стал очень плохой. Да, старый металл намного лучше. Он толще был, конечно. Прихвора. Прихворавшая десятка приора. Компировал год назад 6 тысяч за рулевой атак. И вот снова мозги пудрит. А машина новенькая, еще 10 лет нет. Старый хлам после испытаний. После испытаний? Ну да. На заводе, да? Ну да, конечно. Видите, научно-технический центр. Отдел испытаний до лодки автомобилей. 40 лет на одном месте. Водитель, испытатель. Да, на 20 тысяч поживешь, конечно. Ну вот так и живем. Что продаст на хлеб? Я что-нибудь принесу хорошее. За шестерку придем? Во-во-во. Придем. У меня уже замучили покупать. Продай, 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 продай. Я, урода, я не продаю еще. А дачу езжу. Хотят, да? Что? Ой. Я не жалуюсь. Бежит 150, только пыль идет. Давай, 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 Геннадий. Да не может быть. Сам накосячил, сам. Ай, смотри. Не, не, он не перекрестит его. На. Выиграл, выиграл. Так еще не финиш, еще не финиш. А еще не финиш? Нет. Вот сейчас выиграл. Смотри, что делает. Ну зачем ты так? Это нервы, нервы. Я же тебе сказал, да не надо, никто тебе не помешает. Ты едешь по своей траектории, у тебя она быстрее. Как мы с тобой катались, она быстрее траектория, чем они едут. Он тебя не догонит. Нет. Вот я ехал, и он здесь ехал. Я думаю, он сейчас по внутренней быстрее проедет, чем я по внешней. Не проедет он по внутренней. Поэтому я сюда сместился, и он оттормозился, и я улетел. Да это автоспорт. Здесь машины бьются все время. Никуда ты от этого не денешься. Да главное, себя внутри успокой. Не надо никуда суетиться, бежать. Успокой, не включай, спроси. Я и так спокойно, я уже хочу в зарубку, как будто я вообще не трогаю. Не хочешь есть? А что? Хочешь, успокойся. Вот тебе пример. Панеру озеро, первый хочу приезжать. Здесь, здесь. Все, все, поставим. Да, все, ставим. Нам краз убирать. Ступичная, протягивай. Ребен, поехали. Скорее, это не ступичная протереть. В тормоз. В тормоз, вернее. Да, поехали. Все, не суетись, не суетись. Дорогие иномарки, может быть, лучше, но это все деньги, это все дорого. Мы так-то еле сводим концы с концами, на самом деле. То, что мы сюда приехали, то, что мы заявили, три человека, это уже победа, на самом деле. У вас хороший аппарат, мне значит, лучше фотографировать, чем тот, у кого плохой, да? Ну да. У кого кастрюли лучше, это не значит, что он лучше варит. Здесь все построено исключительно на отечественных агрегатах, на отечественных узлах. Люди покупают для строительства спортивных автомобилей самые дешевые что-то, да? И потом уже доводят своими руками до необходимых косинок. Спортсмен, как правило, это очень толковый механик и инженер. В Тольятти вообще каждый первый, я скажу так, связан с автомобилем. А я и первый жму в Дуге, я вот еду из Дуге. Это 14-я. 14-я? Да, мы из Самары, мы тоже любим на Жигули и не Жигули. А что лучше? 4х13х1 был, что у меня не было один, это просто два русских. Нет, два должно быть. В этой машине нет ничего, абсолютно. У него есть стандартный мотор, самый немощный, наверное, у АвтоВАЗа, 80 лошадиных сил, который сюда ставился. Подвеска минимальная, минус 50, занижение. Все, больше ничего нет. Полный ковш есть, чтобы не вываливаться сильные сиденья. Салон. Все? Гон. Да, да, да. Броня начинка должна держаться. Там нижний я снял? Подожди, Гришка. Вот нашел. Ну, я отучился на механико, грубо говоря, в университете. Какая у тебя максимальная скорость бывает? Какая спидометра нету. Я думаю, по ощущениям напрямую я километров может быть 70 раскат. 70? Ребята разгоняются под сотню там, но они нестандартные моторы, а я стандартный. Я в поворотах пытаюсь быть быстрым. Предпоследнее место. Предпоследнее? Да. Не расстраивайся. Братик. Ты еще свое заберешь. Он покажет еще все, как надо. Я все покажу, да. Это правда. Не ей ты все. Все, ничего нет. В повороте бери. Не в повороте бери. А ты на ней же и по городу ездишь? Да? Да. И что? И все? Ничего, нормально как. Как обычный человек, потому что гоняться здесь начал. В городе неинтересно ездить. Особенно на таком. Там нечего делать. С светофора все тебя вдернут. Почему? Потому что 80 лошадиных сил нет мощности. Совсем. 79, да? 79. 77 даже у нее, по-моему. Баба. Да. Да? Не важно. Там большая часть денег в автоспорте стоят компоненты, не автомобиль. То есть двигатель, подвеска, коробка. Вот эти части дорогие. А сам по себе кузов он дешевый. Ага. Вот. Поэтому как бы экономить надо на чем что надо. Ну, на всем по факту. Особенно в трудные времена. Поэтому, да, надо кузов брать любой. И просто делать это. Главное, чтобы у него были по факту полы только. Силовые части. Все. Все подорожало. Как бы всем известно. У нас ничего не дешевеет. Да? Оно только дорожает. Да. В частности, это касается и тюнинга, конечно же. Цены поднялись. А и так как бы тюнинг был недешевый. Там как бы компоненты тюнинга в среднем. Хочешь собрать подвеску, ты должен готовить на это 30 тысяч рублей, если делаешь все сам. Сейчас, я думаю, 1040-45. То есть. А это потому что иностранные... Все наше, но металл подорожал. То есть, ну опять же, какие-то свои причины. Завод стоит, о чем речь. Мне-то много людей сказали, что вот, это так хорошо, что... Я так точно не считаю. Мир должен развиваться совместно. Все должны... Ну, дружба, это же хорошо, как бы. Ну, соответственно, если ты не один, а вас двое, трое, четверо, чем у вас больше, чем у вас умнее головы, ну, тем вы умнее что-то и выдадите, соответственно. А когда один, ну, выдашь ты что-то классное, но реализация дольше. Тебе подумать над этим больше. Ну, это же как бы логично, вполне всеразумно. Ну, да. Поэтому, нет, это нелогично, то, что санкции к чему-то хорошему не приведут точно. Давай, толкнем, как всегда. Ну, гоняем. Ну, да, ну, он гонщик, я механик. Сейчас вот хомутики принес, будем чинить машину. Сын? Да, да. Ну, вот та шестерка, на которую я каждый день езжу, она как бы в хорошем состоянии. И мне вот не хочется менять ее на другую машину, мне вот очень нравится на ней ездить. Я бы, наверное, не знаю, сейчас я бы сказал, что я, наверное, еще лет 10 на ней проеду. Всегда есть запчасти, они очень-очень дешевые. Можно в любой день заехать в любой магазин, будет любая совершенно запчасть на нее. И как бы, ну, мне нравится вот классическая, так сказать, форма, то, что машина квадратная такая, старая. Ну, если выбирать среди машин, старые машины мне больше нравятся. Дома была десятка, и я ее специально продал, чтобы купить себе семерку, чтобы дрифтить на ней зимой, потому что увидел на ютубе, как это делают другие. Я просто загорелся этим, нифига себе, я так загорелся, что думал, что это будет делом жизни просто. Чуть-чуть подделать рычаги, заварить задний редуктор мостовой. И все, можно ездить. Для начала ничего не надо, в принципе. Многие так и делают. Пациенты, которые просто покупают еле-еле живую шестерку, семерку за 15-20 тысяч, которая там может пару дней поездить, сломается. Мне просто повезло у отца, есть и подъемник, и все. Подъемник даже? Ну, вот, мне просто так повезло, да. А отец тоже? Ну, он бывший СТОшник, он свой СТО раньше был. СТО это что? Станция техобслуживания. Отцу 70 лет, а он работает спокойно. Я там ему помогал, я там своя точка. Потому что он там яхтится, и я, получается, с 9 лет с ним на этом рынке, на складе, и у меня там плывет. И из-за этого я начал тоже заниматься запчастями. А, помните, с самцом на гонки ездили? Маленькие вы еще были. Я помню. На них наверх на машину садились, отец им бутерброд и салом, так как он представитель украинской национальности. Вообще он русский, чисто по-русски, но он также по-украински, и читает, и переводит, и говорит с людьми. Мы приезжаем туда, в Харьковскую область, мы, он все садил. Я хотел на Украину. При развале Союза я сначала поехал на Украину, говорю, куда мне ехать? Мы жили не здесь, мы жили в Туркменистане. У меня было свое СТО большое. Мы беженцы, мы оттуда убежали. После развала Союза русских стали притеснять везде. Почему я не стал уезжать на Украину? Потому что меня вот так встретили. Я поехал, там СТО стояло у них, там пустые цеха были. Приехал, начальник, говорю, так и так, здравствуйте. Я хочу арендовать у вас помещение и работать. Москалей нам не требовали. Мне, мой одноклассник, с кем мы учились, и он мне говорит, нет, ты знаешь, вот мы сейчас отделимся от России, мы будем вот так жить. Я, как говорится, вот сейчас на Украине такие события, у меня все родственники штамма на Украине, все, брат, племянники. Прямое попадание в дом отчий, где брат тут даже, ну, жил, родительский дом. Ну, они сейчас где-то в общежитиях, в Харькове, там как-то так. Понятно, что молодежь не выпустят, но старика вот этого, которому 75 лет, сейчас уже, ну, как-то вывезти, нету возможности вообще. Просто бомбежки, просто, говорит, голову не можем поднять. Там прекрасно. Детям сейчас, я так поняла, что им уже тяжело принимать. А детей нет, его внук уже нет, его внук уже против России. Даже сыновья, вот нет, бомбят, и бомбят, достало их. И вот они сейчас не знают, вот очень раздравит такой в душе, я чувствую их даже в голосе. Они, конечно, сейчас недовольны России, Россия пришла, устроила войну. Да. Понятно? Их настроение можно понять. Они были здесь не раз, у нас в гостях, и приезжали, и брат, и племянники, и даже жили у какое-то время, Сашка у нас был. Все было вообще одно, действительно одно целое. Да, первая мысль, как не попасть на мобилизацию. Все смотрели прямой эфир Путина. Я сидел и смотрел, лишь бы не призвали. Потому что считаю, тут планы на жизнь, тут планы на себя, на семью. И тут, если вот так вот пойти, сейчас убивать, не дай бог тебя, шестой дом. Доставка. Все, хорошо. Да. Есть. Да. Ты улыжнулся глазами, значит, да. А ты поржать хочешь, он на 5-2 новые спицы некоторые поставил. Единственное, там ось надо полностью менять. Я вот сам скатаюсь, она уже три раза запела. Блин, американцы эти хребаные захватят на сколько. Сам понимаешь. Надо же помогать Владимиру Владимировичу. А у тебя сейчас нет заказов? Куда нет. Я общаюсь с Италией и все. Я три года служил. Полгода срочки и два с половиной контракта в Приморье, в Уссурийске. Обещали деньги. Я думал то, что я куплю себе нормальную машину. Ну, я просто рядовым был. Я хотел звания побольше, как все, хотя бы сержанта. И не просто бегать, выполнять приказы, а хотя бы тоже как-то руководствоваться. Ну, грубо говоря, сержантскую должность хотя бы. Ну, мест нету. Я расстался с девушкой, у меня сорвалась свадьба. Мы подавали электронные заявления. И дождалась тебя. Да. Расстояние. И это. Я вернулся. Меня уже учили там в двигателях копаться. Вот эта вот нотка мне 26, у меня есть машина. У меня пока что нет девушки, но у меня есть время заниматься машиной. Я могу поехать купить нужную запчасть. Я могу спокойно поехать в гараж, закурить сигарету и поменять эту запчасть. Вот где тишина не ловит интернет. Просто поменять, когда вот ты не знаешь, чем заняться. Вот просто ты уже бесишься, то что не знаешь, чем заняться. У тебя есть такая проблема, да? Есть, бывает. Когда, знаешь, отработал до обеда, и все, вечер у тебя свободный. Ну, допустим, как сейчас. И это. Просто, блин, меняешь лампочки. И даже вот минут 10 потом сделал, покурил, полюбовался, и тебе уже удобно. Тебе неудобно, тебе уже спокойнее. Тебе уже проще. Тебе, ладно, нет. Тебя, вот. Не знаю, я машину каждые два дня мою Для меня машина, как и девушка, она должна быть ухоженной всегда Не могу поставить либо девушку, либо машину У меня два влечения, и я не могу выбрать И ты всегда с ней разговариваешь, даже где-то что-то сломалось Ты всегда там, давай заведись, пожалуйста, я тебя люблю, мы покушаем У меня загорается, когда бензин То я сразу такой, подожди, подожди, давай сейчас спокойненько отработаем и поедем Ну, когда что-то не получается Иногда с матом, иногда с криками Да, я извинялся, я как будто прям перед живым человеком, как будто сильно накосячил Она мой друг, многие бабушки у меня смеются, что это моя жена Я подчинил, я радостный, ура, я снова на ходу, я снова мужик А он еще, прикинь, вот стартер вот у него Ты сейчас хрен найдешь копейку вот со стартером таким ручным Ага Вот эта вот маленькая дырочка, это кривое, блин Это в смысле, что его... Если вручную заводить Кривой ключ поставил, и ты стоишь вот его вот так вот Ты крутишь, ты вырабатываешь, получается электричество, ты крутишь стартер И кто-нибудь там сидит, это, заводит Мы так это, ГАЗ-66 сделали Вот эти вот иномарки Вот просто-напросто люди Там вот на светофоре стоят с тобой, смотрят на тебя так серьезно Типа, вот у меня иномарка, у тебя АвтоВАЗ И ты просто на них смотришь Они там с закрытыми окнами, все это серьезные В телефонах, в айфонах У тебя, блин, у тебя простая душа, у тебя простой телефон, простая машина И ты вот так вот сидишь, просто куришь, смотришь на них и улыбаешься И некоторые понимают кайф этот Город типа развивается, но на самом деле он идет ко дну Как, заводчане сейчас платят мало Сейчас половину из них ты встретишь в Яндексе, в Деливере, еще где-нибудь на доставках Потому что завод начинает загибаться Нету комплектующих Они, в основном, вот у них работа Это где-нибудь подместить, где-нибудь послечь газон, где-то покрасить бордюры Это вот такая работа Они своими силами, они восстанавливают что-то И, естественно, полные оплаты труда ждать вообще не стоит И кто-то уходит полностью, кто-то частично, там и там Передача Ну что, двадцать пять, ну вообще ужас какой-то Я сюда ехал, как один фонарь горел Мне, в общем, предложили эту машину, ну как предложили у знакомых в частном секторе Ну, дома это снимает семья И в соседнем доме Так, сейчас Живет бабушка, у нее дед умер Стоит, говорит, машина Стоит в огороде уже десять лет Мне предложили, говорит, за десять тысяч То есть она по документам для 75-го года Но идее в 2025 году ей будет 50 лет Я вот хочу посмотреть Ну, то есть понятно, что там уже от той машины, которая была, мало что осталось Но по документам вот так Она стояла десять лет в огороде То есть ее там птички, не птички То есть она по краске была вся такая блеклая Я ее наполировал Просто хотел попробовать вообще там, ну для себя получится, нет Раза сверкала такая вся И я решил ее как, ну, собирать Не знаю, как вот марки собирают Ну, то есть я и салон собирал, сиденья там штопал Вот это вот все Ну, как хобби Мне нравится Люди смотрят Двигатели вообще еще руки не дошли до него Вот я получается как Ну, то есть у меня удивление было вообще, что она завелась Ну, вот с детства я смотрел, допустим, какую-то советскую, там, хронику Вот эти, вот, черно-белый фильм Голос вот этот, советский диктор Вот он, первый советский, там, тольятинский автомобиль Там, ты смотришь на эти копейки, дой сюда Потом едешь, вот ты думаешь, блин, у меня вот дед вот так ездит Вот так ты в музей идешь, ну, машина тебе покажет, там что-то красивое А тут история на сериальных людей У меня, ну, семья, получается Дед с бабушкой в деревне жили И дед, когда вот завод строился в Сулианской области Он всю семью сюда перевез И устроился на завод То есть Ну, очень много людей в Тольятти, когда история вот так с заводом связана То есть, как бы, я сам к нему мало отношений имею Но если бы в свое время дед вот семью не привез сюда Может, в деревне бы так и жил Может, в другой какой город бы уехал Ну, это такое, как-то, мое, такое, сентиментальное, наверное Получается, ночью идешь по заводу Потому что конвейер, вот эти все механизмы, там, система И ночью идешь, и там что-то щелкает, что-то шипит Такое чувство, как какой-то организм такой живой, большой Там все что-то двигается Ну, работать на заводе, наверное, особенно, как там показано Конвейере, прикручивать там 10 лет одно и то же колесо Но я бы не смог, наверное Но в плане вот именно масштаба, прям, когда вот я там был Прям вызывает восхищение Построить такой завод, особенно, потому что там в поле Именно в плане масштабов Какую я иномарку возьму? За 200 тысяч, что в ней такого будет? Она будет старая, она будет сильно уставшая У меня есть кредит Так, это вот этот, нет, в Белорусском, он так Весь в кредит, как бы, на машине Каждый сам говорит, что по мне глупо Потому что тут было Вот есть люди, кто собирает, в ночь, там, все вот эти вот У меня пока, подменяющий вид, грубо говоря, делал Я с детства терпеть не могу классику Мне постоянно воняет старье Пластик, да, вот Еще этот потолок в дырочку Когда едешь сзади, тебя укачивает А ты стоишь пробки, тебя вот так дергают Да, то есть там первые три дня, как я ее купил Я приезжаю, значит, за женой нам куда-то надо ехать Она так открывает, я, говорит, сюда не сяду Нет, вот прикольно, он радует, все ездит, хорошо Я купил себе, такая гордость, что вот Вот я вот молодой, мне там, ну, 18 лет я получил права Например Нет у меня денег там, вот как вот там Мерседесы сжигать образно, там, что-то вот такое Там, кататься на БМВ Я вот там, я вот там, ну, родители, может, что помогли Как-то накопился на Жигуль Ну, у тебя первая машина, ты ее любишь, как ты там намоешь Там наклеечек наклеишь А молодежи много такое у нас очень Да? Ну, в плане, во всей стране Не все же там в золотых пеленках, грубо говоря И как бы вот через это, что, ну, Жигуле шутили Там, машина по цене, там, ящик пива Вот это вот все Да, ну, доступная, простая Еще есть такая история, не знаю, правда, нет Вот, Hyundai, Hyundai, точнее Эти Solaris'ы, Kia Rio, вот эти все, вот, которых миллионы ездят Вот, ну, в интернете, опять же, я читал, не знаю, насколько это правда Вот мы купили завод у итальянцев, ну, Советский Союз Вот с Fiat'ом А они купили тут в районе пяти лет, может, раньше Пяти лет позже тоже себе в Южную Корею завод И у них был какой-то Hyundai как-то назывался Ну, короче, грубо говоря, они начинали примерно с того же А у кого купили? Тоже у итальянцев Да, если я вот ничего не вру, не путаю Ну, и, грубо говоря, сейчас посмотреть Какие Hyundai захватывают Америку Ну, рынки так вот просто То есть очень, ну, понятно, там ругается Машина одноразовая, там, вот это вот все Ну, кто-то, ну, кто-то, люди берут, ездят Там, через пять лет ее задают В нормальном мире, как, наверное, должно быть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok